Уважаемые братья, иногда человек в этой жизни, когда читает Кур'ан, когда обращается с дуа, с молитвом ко Всевышнему Аллаху, когда постится, когда приближается к Аллаху, чувствует сладость веры. Но иногда бывает такое, что у человека падает иман, что он ту сладость, которую чувствовал, раньше не чувствует. Что-то внутри у него беспокоит его. Это природа человека. Так Всевышнему Аллаху сотворил человека, то, что иман поднимается и опускается. Как же пророк Мухаммад, с подвижниками его, поднимали свой иман? Я говорю, Абу Бакр, рада Аллаху, анна Наби, салаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, рада Аллаху, рассказывает о посланнике Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и когда он вспоминает этот случай, он плакал, Абу Бакр, рада Аллаху, анна Наби, салаллаху алейхи вассалям, Я сидел вместе с посланником Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, мы были только вдвоем, больше никого не было среди нас. И вдруг посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, начал что-то отдвигать от себя, толкать, и говорил, Я сказал, о посланник Аллаха, с кем ты разговариваешь? Никого среди нас нету, кроме меня и тебя. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, вообразилась мне эта мирская обитель, и хотела меня сбить с этого пути, и я сказал, прочь от меня. И она мне сказала, если ты себя обережешь от меня, то те, которые после тебя придут, не смогут обережься от меня. Всевышний Аллах, субханалу алейхи вассалям, напоминает нам в Коране, говорит, Не стоит себе обращать внимание на те прелести, которые мы предоставили, которые мы предоставили другим. Это цвет данной мирской жизни. Также Аллах, субханалу алейхи вассалям, в Коране сказал, Пусть эта мирская обитель не отстраняет вас от Аллаха, субханалу алейхи вассалям, «Читай». Тогда он сказал ему, я буду тебе читать, посланник Аллаха, ведь тебе Аллах не спослал Кур'ан, на что он ответил, я люблю слушать от кого-то помимо меня. И когда он ему зачитал, заплакал посланник Аллаха, субханалу алейхи вассалям. Умр ибн Хаттаб несколько дней сидел дома и не выходил из дома. И когда приходили навещать его, думали, что он болен, но он не был болен, он не заболел болезнью. Это аят, который он прочитал, зашло ему в сердце, глубоко в сердце, и скинуло его в постель. Какой же этот аят, где Всевышний Аллах говорит, Поистине наказание Аллаха, наказание Господа твоего наступит, ничто не сможет отразить его. Этот аят зашел в сердце Умра ибн Хаттабу. Умр ибн Абдул-Азиз на Мимбаре, когда был, проводил хутбу, проповедь, и прочитал суру Кувират. И когда дошел до аятов, Начал эти два аята повторять, повторять и начал плакать. Эти аяты, где Всевышний Аллах говорит, Когда будет рожжен ад, когда приблизится рай. И повторял эти аяты. Так ахлюл-иман, обладатель веры, сердца их живые, не мертвые. Утман ибн Абфан очень много плакал. Ходил на могилы, сидел и плакал. Тогда сказали сахабы. Я амир аль-му'минин. О правитель правоверных, почему ты платишь? Мы тебе, когда напоминаем о джаннате, о джаханна и Абаде, ты не плачешь, а плачешь у могилы. Он сказал, поистине могилы, это первая ступень ахираты. Если будет все хорошо в могиле, дальше еще лучше будет. Если будет тяжело, тогда только еще больше наказания будет. Наши проблемы, посмотрите. Сахабы, сподвижники, салихун, выставили ночные намазы, постились днем. Садака, дзикр, Кур'ан, и они боялись. Сегодня человек, может быть, намаз не читает, не постится. Аль-Хамду-Лля-Аллах, гафур-Рахим, Аллах прощающий и милосердный. Оскорбляет другого, берет имущество другого. Высокомерится над другими. Высокомерится своим положением в этой жизни. Аль-Хамду-Лля-Аллах, гафур-Рахим. Аллах прощающий и милосердный. Что же с этим иманом? Какой иман у этого человека? Кана суфияна-с-саури, из-за зукера лагу л-ахира бака, хатта загора дамун фи баули, мин щиддат и лбука, факана юраддит Аллахума саллим-саллим. Суфияна-с-саури, если когда ему напоминали об Ахирате, он плакал. И даже до того плакал, что в его мочи была кровь. Была кровь, и он говорил тогда. Аллахума саллим-саллим. Аллах, спаси меня, спаси меня. Абу-Хурейра, кто такой Абу-Хурейра, который передавал столько хадитов нам от пророка саллим-саллим-саллим, перед смертью плакал. Калю сахаба, сказали сподвижники, почему ты плачешь перед смертью? Калю бауду сафар. Бауду маути сафарун баид. Он сказал, потому что после моей смерти будет длинный путь. Калю ва килляту ззад. Он сказал, мало у меня накоплений. Абу-Хурейра. Я боюсь упасть в судный день с сирата, с моста в огонь. Такие сердца у праведных. Аллах в Коране говорит, «Алладзина ютуна ма аатаву, ва кулубу хум ваджилатун аннахум иля раббихим раджи'ун». Это те, кто ощущает трепет перед Аллахом, что вернется к нему. Умар ибн Абдул-Азиз одну ночь сильно плакал, и вся его семья заплакала. И утром, когда пришли, слышали даже его плач соседи, когда они пришли, почему ты вчера вечером плакал, что случилось? Он сказал, Я не знаю, в какой из этих групп я буду, где Аллах говорит, одна группа будет в аду, другая группа будет в раю, другая группа будет в аду. Человек иногда ошибается, иногда забывается. Мы не ангелы, но если такое случилось с человеком, если его иман упал, он должен задуматься, может быть, где-то я сделал харам, где-то я совершил грех, посмотрел на харам, может быть, я кого-то обидел, может быть, я отнял чье-то имущество, которое Аллах запретил мне. Он должен здесь задуматься. Аллах в Коране говорит, «Калла бэл рана аля кулубихим». Поистине, Аллах, Субхану Аталя, накрывает некоторые сердца. Ран. Ран – это «гыша аля лкалбин бисабаби дзунуби вал маасы». Это такая корка на сердце, из-за многих грехов. Я говорю, Абдуллах, ибн имам Ахмад, Абдуллах, сын имама Ахмада, говорит, «Каллах, я зашел к своему отцу в комнату и увидел, как он боялся. Мустыкбель на Кибле был направлен к Киблу, сидел и плакал. Сказал я ему, «Я Аби, маладзи юбкейк, о, папочка, почему ты плачешь?» «О, сыночек, я вспомнил могилу и темноту на могилы». Фудейл ибн Айяд, один из праведных, «Канал аху валадун исму Али, юканнаби альфудейл аба Али». У него был сын, звали его Али. И кунья была у Фудейла ибн Айяда, абу Али. Сказал, что зашел я один раз домой и увидел, как мой сын ходит по дому, в центре дома, в зале. «Ябки». Он плакал, ребенок плакал. «Ябунаймалави юбки». Я ему сказал, «Сыночек, почему ты плачешь?» «Каля, я аби, тазикарту наар, кейфа халасун минха». «О, папа, я вспомнил об Аде». Как можно избавиться от него? «Сумма каль, уахадайябки». «Я аби, я аби». И потом он начал опять повторять и плакать. «О, папа, о, папа, салил лави вахабаниля кафиддунья анияхабаниля кафи л-ахира». «Попроси того, который подарил мне тебя и потом они вдвоем сели со своим сыном и плакали». «О, я хируна, лил адгкани ябкун и язиду хушуа». Они падают на колени, опускают лица на землю, плача при этом. И чтение Кур'ана приумножает их трепет. «Сулеймана Ат-Тайми» «Ахаду салихин» прочитал ночной намаз после салата Аль-Айшата. Хаджуд начал читать и вот друг вместе с ним стал читать намаз. Он начал читать «Сурат Аль-Мульк Табарак». Думал, сейчас закончат, иншаллах, и вместе выйдем с намаза. Но когда он дошел до аята «Фаламма рауху зульфа танси атвуджуху л-лязина кафару», где Всевышний Аллах говорит, когда они увидят его в судный день, приблизился на их, когда они увидятся, что приблизился судный день, на их ликах появится огорчение и сказано будет им «Это то, что вы приготовили». Повторял эти аяты, и он вышел с намаза. И когда пришел наутрие намаз в мечеть, застал его повторяющими эти аяты. Дай Аллаху субханаму ата'ля нам иман. Из таких действий, чтобы иман был, чтобы поднимал Аллаху субханаму ата'ля наш иман, это нужно вспоминать об Аллаху субханаму ата'ля почаще, читать Кур'ан, чтобы дружить с праведными людьми, относиться хорошо друг к другу, иншаллах. И помни, что мы к Аллаху субханаму ата'ля наше возвращение в день суда. Уважаемые братья, когда мы вспоминаем об Ахирате, о судне мне, о кабре, о могиле, человек иногда, он только об этом думает, сидит и ничего не делает, закрылся. Наоборот, это должно быть неким позитивом, чтобы побольше успеть сделать в этой жизни благих дел, побольше оставить след на этой земле из благих дел, начало. И знать, что что сегодня деяние и расчета сегодня нет. Завтра расчет, и дело уже никто не сможет сделать. Может быть, он захотел бы сделать благие дела, но не сможет. Я говорю, Хасан, рода Аллаху Анху, сказал, будет у каждого из нас с вами, будет две ночи и два дня, когда человек, никто не видел этого. Самые великие две ночи и самые великие два дня. Первая ночь, это когда человек уйдет с этой жизни, покидает эту жизнь, его положат в могилу. Это первая ночь. Вторая ночь, это предутренняя ночь судного дня. Два дня, первый день, первый день, это когда Всевышний Аллах, Субханава Та'ала, придет, чтобы рассчитать нас, и человек не будет знать, где он будет, в аду или в раю. А второй день, когда будут раздавать наши деяния, книгу деяний, и человек не будет знать, в правую ли руку он возьмет, или в левую. И напоследок, хотелось бы напомнить, в первую очередь, себе и всем нам, что сегодня мы заходим в мечеть, читаем намаз, возвращаемся домой, но наступит такой день, когда нас приносит в мечеть, и на нас будут читать намаз, и мы уже не вернемся в свои дома. Всевышний Аллах в Коране сказал, пусть это будет напоминанием для всех нас, те, кто не стремится ко встрече с Аллахом, кто довольствуется лишь мирской обителью, и успокоился на этом, те, кому безразличны наши знамения, они обитатели ада, за что они? За то, что они приобрели. Поэтому человек, пускай, задумается, перед тем, как совершить какой-то поступок, перед тем, как забрать имущество другого человека, перед тем, как кого-то обидеть, сделать какой-то поступок, за который потом придется жалеть, пускай он вспомнит эти аяты ничего. Субтитры создавал DimaTorzok